Лью Грейт представляет фильм, созданный для Associated General Films. Джеймс Мэйсон, в фильме «Путешествие проклятых». В фильме также снимались Ли Грант, Кэтрин Росс, Лютер Адлер, Майкл Константин, Денхольм Эллиот и другие. Садитесь. Итак. Ваш офицер по инструктажу был доволен количеством информации, перенесенной вами. Я благодарен Геру командующему. Следующее ваше путешествие будет еще более важным. Вам известно местное назначение? Да, капитан сказал нам. Отправимся в круиз до Гавана, Куба. Вам сказали национальность пассажиров? Нет. Они все евреи. Некоторые даже из концентрационных лагерей. И им позволено жить? Это организовал лично доктор Геббельс. Евреи? Это гуманистическое путешествие будет идеальной дымовой завесой. С тех пор, как были обнаружены многие наши тюрьмы, большая часть материалов переправляется через Майами и Кубу. По прибытии туда вы сойдете на берег и смешаетесь с толпой пассажиров. Потом свяжетесь с Хоффманом. Он наш главный агент в Гаване. Есть вопросы? Ну, давай, говори, говори. Да, точно. Я все понял, все ясно. Но... Но, что но? Эти евреи. У них есть официальное разрешение. Это вас не касается. Все внимание будет сосредоточено на них. Они на вас. Я имел в виду, что эти люди пассажиры. Вас оскорбляют, что вы будете их обслуживать. Очень сильно оскорбляет, адмирал. Понятно. Это нарушение всех принципов партии. Послушай меня, идиот. Это не задание по философии. Ты был отобран государственной разведслужбой, и тебе дали задание. И твоя единственная задача великолепна выполнить его и не задавать вопросов. Простите, сэр, я только хотел... Какие у вас отношения с капитаном Шрёдером? Я не доверяю ему. Он отказался присоединиться к партии. Именно поэтому он был выбран командовать этим путешествием. Он вне подозрений. Да, но... Гестапо приказал не следить за ним. Так следите. Но вы должны избегать прямых конфронтаций. Я понял. А теперь идите и доложите вашему офицеру по инструктажу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Оператор Билли Уильямс. Художник Уилфред Шинглтон. Постарайтесь их не замечать. Постарайтесь их не замечать, Джозеф. Композитор Лало Шифрин. Авторы сценария Стив Шеган и Дэвид Баклер по одноименному произведению Гордона Томаса и Макса Моргана Уитца. Вы откуда? Продюсер Роберт Фрайер. Режиссер Стюарт Розенберг. Суббота, 13 мая 1939 год. Порт Гамбурга. Пожалуйста, у нас пропал чемодан. Это очень важный чемодан. Пожалуйста. Пойду. Пойдем. Еврей. В этом чемодане все, что у нас было. ГАНБУРГ АМЕРИКА Только представьте, как будет захватывающе. Уйд на большом корабле через океан. Послушайте оркестр. А ваш отец будет ждать вас там. Он так долго был в Гаване, он ждал вас. А почему ты не поедешь, мамочка? Я не могу. Не сейчас. Разве ты не хочешь поехать? Ради бога Ленни, ты что не можешь сказать им правду? Какую правду ты хочешь, чтобы я им сказала? Сказать, почему я остаюсь, или почему они должны уехать? Пожалуйста, Сара, пожалуйста, не плачь. Теперь ты должна быть сильной девочкой. А то я тоже заплачу. Пойдемте, девочки. Подожди, Бернард, пожалуйста. Вы же попрощались. А теперь ты можешь самостоятельно забежать вверх по трапу? Могу. Ну так беги. Смотри на меня, мамочка. Забудьте о ней. И помни. Я люблю вас обеих. Постарайтесь не забыть меня. Если это было так тяжело, что же вы не поехали с ними? Ублюдок. Ублюдок. Пар sai. КОНЕЦ КОНЕЦ Эй, ты? Да, ты? Кто ты такой? Я из Министерства пропаганды. Мне приказано фотографировать этих людей. У вас здесь нет никаких полномочий. Вы сейчас же уйдете. Или вас проводят отсюда? Сэр, каюта 373, палуба, да? Стюарт, я сам иду. Как хотите, сэр. Я чувствую себя клоунами. Ты замечательно выглядишь. Все в порядке, доктор. Доктор Крайслер. Профессор. Джозеф. Айрон. Я убежал и бросил тебя. Я подумал, что они тебя забрали. Я не знал, что делать. Я пришел сюда и всю ночь простоял перед воротами. Джозеф. Я думал, что уже больше не увижу тебя. Утром я прошел первым. Джозеф. И вы не возражаете. Приготовьтесь к отплытию, мистер Колмер. Мы отплываем? Правда, отплываем? Отплываем. И вовремя. Мы немцы все делаем вовремя. Мы когда-нибудь вернемся? Это просто временное помешательство. Конечно, мы вернемся. Убийцы, мясники. Оставь его. Вернись. Оставь его. Monday. Субтитры создавал DimaTorzok Только одно, дорогой. Что ж. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы не притронулись к еде, мистер Розен? Вы не голодны? Мой отец, мой муж. Мы с мужем не очень хорошо переносим море, доктор. Тогда вам надо зайти ко мне. Думаю, я смогу вам помочь. Извините, сэр. На второе, вы будете утку или телятину. Утка жареная, телятина под соусом. Мы не хотели бы доставлять вам проблемы. Никаких проблем, сэр. Просто что вы желаете? То, что проще готовить. Думаю, им понравится телятина. Да? Да что угодно. А капитан к нам не присоединится? Боюсь, вам придется довольствоваться мною. Можно вас пригласить? Ими сразу. Да. Это Ромбо, да? Да. Это очень просто. Двигайтесь под музыку. А почему они танцуют с одним из них? Она не понимает этого, Карл. Пожалуйста, это чудесный вечер. Попробуй получить от него удовольствие. Очень хорошо. КОНЕЦ Не представляю, что может быть лучше первого класса. Вы можете это узнать. Как? Ну, Пёссор спрашивал, не хотим ли мы присмотреть за двумя маленькими девочками, которые путешествуют одни. Позаботиться обо всем. В общем, присмотреть за ними. Мы советовали ему поговорить с вами, миссис Ферченд. Я с удовольствием. Я так скучаю по своим детям. Они уехали полгода назад. Они ждут меня в Гаване. Я буду так рада вновь увидеть их. Конечно, мой муж все еще в Германии. Будем надеяться, что он скоро к вам присоединится. Да, давайте выпьем за это. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Кстати, доктор, извините, профессор, я слушал вашу лекцию по клинической патологии в Берлинском университете около двух лет назад. Это была большая честь для меня. Спасибо, но это должно было быть больше двух лет назад, потому что к тому времени меня сняли с должности главы моей клиники и запретили читать лекцию. Но как вы с этим справились? Извините. Как вы жили? Выживали? Знаете, человеческая раса, а моя ее ведь в особенности, обладает удивительной способностью к выживанию. Я потерял свою клинику, но я все еще врач. Но вам разрешили лечить ваших людей? Да. Но даже у арийцев из СС могут быть заболевания крови. Вы лечили ССовцев? Я врач, а не политик. Ну и что? Но вы же юристы, я уверен, вы тоже давали клятву, что это вроде клятвы Гиппократа. Да, но всему есть предел. Как врач я обязан лечить любого, кто ко мне обратится за медицинской помощью, кто бы это ни был. Это довольно странно, но моим последним пациентом был отец капитана СС. И в ответ он обращается с нами со всей добротой. Понимаете, в жизни есть не только черное и белое. Для некоторых из нас жизнь намного проще, профессор. Люди, которых вы лечили, враги моего отца. Спасибо за вальс. Если понадобится наша помощь, позовите нас. Понедельник, 15 мая 1939 год. Извините, миссис Розен, не хотите ли чего-нибудь горячего? Карл? Карл? Хочешь горячего? Мисс Розен? КОНЕЦ КОНЕЦ Существует правило компании, которые запрещают персоналу пользоваться помещениями, предназначенными для пассажиров. Вы нарушаете правила. Мне позволено директорам Хольфтсенен пользоваться этим залом в случае необходимости. Вы считаете необходимым разрушать хорошую атмосферу путешествия, смущая пассажиров? Смущая пассажиров? Ведь нет закона, запрещающего нам петь песни партии. Итак, убирайтесь. Все убирайтесь отсюда. С этого момента пассажирские помещения закрыты для вас и для всех членов экипажа, кроме времени, когда они на службе. Убирайтесь. Что означает ваше «хм-м»? Что? Все нормально? Да, все нормально. Вот. Давайте ему по одной каждые четыре часа. По одной спасибо, доктор. Ну что, по крайней мере, ваше состояние остается стабильным, профессор? Приятно сознавать, что я умираю в стабильном состоянии. Дорогой. И вы не умираете. Просто вы пережили очень сильный стресс. Да? Я видел, как сжигали мои книги, как искоренили мой дом. Нам пришлось прятаться от людей, которых мы считали своими друзьями. Думаю, это можно назвать стрессом, да. Ну что же, больше вам не надо прятаться. Спасибо, доктор. Нам больше не надо прятаться. Думаю, что это очень сложно. Я целый час укладывала маму спать. Я так давно не была в кино, что даже взбудоражена. Я целый час. Я целый час. Извините, сэр, вам не кажется, что вам стоит немного поесть? Вы целый день ничего не ели. Нет, спасибо, Гюнтер, я в порядке. Еще, сэр? Да. Я доктор Игон Крайслер, я пришел выразить официальный протест. Это частные каюты, Гюнтер, доктор. Вы не видели надписи? Если у вас жалобы, обратитесь к Песару. Уже обратился, он отрицает свою ответственность. Могу только заметить, что вы не контролируете деятельность на корабле. Или еще хуже, вы специально издеваетесь над пассажирами. Оставь нас. Может, присядете, Гюнтер, доктор? Вы не собьете меня с толку церемониями. Ну-ка, хотите. Я пришел потребовать вашего объяснения. Вы меня несколько смущаете, Гюнтер, доктор. Я понятия не имею. Мы пришли посмотреть фильм. Романтическую комедию. А вместо этого над нами поиздевались, включив очередную речь мистера Адольфа Гитлера. Вы это одобрили? Я ничего об этом не знал. Я могу заверить вас, что этого не повторится. Я искренне извиняюсь. Это плохие манеры, я разберусь. Спасибо, капитан. Доброй ночи. Доброй ночи. Пойдем, пора спать. Что вы знаете об этом человеке, Гюнтер? Крайслер. Я слышал, что он знаменитый врач, сэр. Он преподавал в Брельгинском университете. Игон Крайслер. Да, профессор. Интересно. Из всех пассажиров он один пришел поговорить со мной. Может, да? Да. Может, если бы пассажиры узнали вас, сэр? Нет, нет, нет. Мне надо держаться на расстоянии. Так будет меньше проблем, по крайней мере, пока. Доброй ночи, сэр. Доброй ночи. Гюнтер. Скажите мистеру Миллеру, что зал отдыха должен быть переделан на вечер пятницы и утро субботы для религиозных обрядов. На борту есть травин. Сообщи ему. Да, сэр. Спокойной ночи. Это от председателя управления, сэр. Надо идти с максимальной скоростью. Еще два корабля с беженцами отправляются в Гавану. Нет повода для беспокойства, но ситуация в Гаване нестабильная. Если нет повода для беспокойства, то зачем идти на полной скорости? Если мы увеличим скорость, не будет ни одного пассажира в столовой. Хейнрих, сэр. Если мы пройдем к северо-тазорских островов, а не к югу, сколько времени мы сэкономим? Как по-вашему? На этой скорости, сэр? Где-то полдня. Но море там более неспокойное. Мы меняем курс, но сохраняем прежнюю скорость. Герштайман? Сэр, председатель управления Хольцун-Угамбург. Мы прибудем на 12 часов раньше. Если надо идти быстрее, немедленно сообщите, какова ситуация в Гаване. Понятно? Да, сэр. Нас использовали, Остермейр. Как, сэр? Пока не знаю. Дорогой, может, стоит опять позвать доктора Клонера? Нет, нет, зачем? Кому он нужен? Я в порядке. Он сказал, что тебе пойдет на пользу морской воздух. Как только тебе станет лучше, мы пойдем прогуляемся. Конечно, ты скоро увидишь, как я буду петь, танцевать и купаться. Почему бы и нет? Насчет субботы. Ты ведь тогда почувствуешь себя самим собой? Что будет с тобой? Кто за тобой будет присматривать? Радиограмма из Гамбурга, сэр, срочная. Мы сейчас ее расшифровываем, сэр. Развивайте всю возможную скорость. Ситуация в Гаване критическая. Волна антисемитизма захватывает Кубо. Четверг, 18 мая 1939 год. Гавана. Ведь в твои обязанности входит проверять доки Сент-Луиса, Классинг, да? Да, в мои обязанности. Но ведь это ваши агенты оккупировали прессу, так? Вы подняли волну антисемитизма, так? А теперь за все должен отвечать я. Луис, друг мой, приятно вас видеть. Хочу представить вам моего компаньона Гера Хоффмана. Как вы живете? Как вы живете? Ваш компаньон, да? Да. Его превосходительство Бенитас, начальник иммиграционной службы. Не надо, Мишель! Мишель, прелестная девушка, которая с короткими волосами, француженка. По крайней мере, так говорит. Хотите познакомиться? Менуэль, у нас есть срочная проблема. Проблема? Постановление президента Брю. Из своих источников я узнал, что Сент-Луису даже не позволят причалить в портах. Я тебя умолял. За последние четыре года у нас было девять президентов. Последний успел даже выйти из ванны, прежде чем его свергли. Брю не проблема. Но он подписал это постановление. Надо, чтобы он его отменил. Мы теряем время. Как скоро его можно сместить? Официант, обслуживайте их двух сеньоров. Вы далеко не продвиньтесь в Гавайне, сеньор Хоффман. Если будете продолжать думать как турист, вам надо научиться понимать кубинский менталитет. Посмотрите, что уже случилось. Сначала вы говорите нам, насколько отвратительны эти беженцы, а потом ругаетесь, что мы не принимаем их с раскрытыми объятиями. Мануэль. Ты гарантировал, что им будет разрешено причалить. А теперь ваши отношения с моей компанией были очень выгодными. Но я не вижу, как они смогут продолжаться. Луис, я же сказал, что вам нечем беспокоиться. Скажите, что провозглашает главное постановление? Что вы имеете в виду? Постановление номер 937. Точное количество человек на борту. Да, но эти люди на Сент-Луисе... Если я вас правильно понял... Нет, 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 в этом все прелести. Понимаете, разрешение было выдано 2 мая, а постановление подписано 5 мая. Так что оно ни на что не влияет. Президент сделал небольшой жест, который никому не повредил. Кубинский менталитет. Должен сообщить вам, что вы имеете право хранить молчание, но если вы им воспользуетесь, то происшедшее дойдет до высшего руководства. Я даже не знаю, почему я здесь. Вы ослушались моего приказа не превращать это путешествие в политическую пропаганду. Как представитель партии, это не дает вам никаких особых привилегий. В ваших записях полно жалоб от пассажиров, и вдобавок к этому вы написали донос на моего офицера. Вы также подстрекали других членов экипажа ослушиваться приказов. По морским законам, это мятеж. Если я слишком усердно старался служить партии, я предупреждаю вас, Шэндик. Еще одна жалоба в ваш адрес, и я выслужу вас в ближайшем порту. Капитан. Прошу прощения, капитан. На этом все. Думаю, нам стоит пойти на службу, Карл. Нам надо побольше общаться с остальными. Я считаю, что мы должны пойти. Это все часть этого? Часть чего? Нам просто хотел проверить, кто там будет. Кто? Я не верю в это. Капитан старается как-то облегчить нам жизнь. Почему? Он ведь один из них. Я хочу подарить его Анне. Сделать ей сюрприз. Она сможет надеть его на маскарад. Как думаешь, она будет красиво смотреться в этом платье? Все наши письма, наши фотографии, наши личные бумаги. Вся наша жизнь была в этом чемодане. Это были просто вещи. А вещи можно заменить. Это даже хорошо, что они потерялись. Мы начнем все сначала без них. Они просто играют с нами. Мы никогда не покинем этот корабль. Не говори так, Карл. Мы годами боялись. А теперь все закончилось. Мы все продали, чтобы уехать. Но нам никогда не убежать, если мы будем нести этот страх с собой. Ты должен мне помочь. Я не могу все делать сама. Не могу. Я не могу. Я не могу. Нет, я не могу. Папа, что такое? Что с тобой? Мама, что случилось? Ну, пожалуйста. Я помогу ему. Мама, я хочу вернуться к нему. Пожалуйста, послушай. Почему он плачет? Что с ним случилось? Мне надо достучаться до него. Он уходит в себя, понимаешь? О чем ты говоришь? Почему? Если ты хочешь ему помочь, иди наверх. Познакомься с молодыми людьми. Заведи друзей. Мама, я... Иди. Это Лили. Это Лили. Извини, дорогой, я не хотела говорить с тобой таким образом. Карл, это корабль. Всего лишь корабль. Это не тюрьма. Мы счастливые? Через несколько дней мы будем в Гаване. А потом в Америке. Мы будем ходить по улицам, и на нас даже никто не взглянет. Пока тебе не станет лучше, я могу найти работу. И Анна может. Вот увидишь, Карл. Это будет хорошая жизнь. И никто никогда больше не причинит тебе боль. О чем ты думаешь? Я просто думаю. О чем? Оставь прошлое прошлому. Помнишь, что ты сказал? Для нас обоих начинается новая жизнь. Иган. Что случилось? Я просто устал, вот и все. Я просто устал. Ты очень красивая. Я понимаю, что случилось. Ты все еще думаешь о той девушке? Денис, прошу тебя. Великий Иган Крайслер. Такой холодный. Такой независимый. В поисках юности. Денис, пожалуйста, прекрати. В этом не было любви. Ты не понимаешь. Это было не так, как у нас. Я был для нее трофей. Ты не любил ее? Нет. Ты не любишь меня? Мы же вместе. Пойдем. Здесь слишком холодно для тебя, Джозеф. Пошли. Пойдем. Привет. Привет. Вы видели Азорские острова? Нет. Нет. Как ваш отец? Ему лучше? А что? Люди говорят о нем? Нет, нет. Нет, нет. Они просто думают, что моя мама очень... Мы волнуемся, что если они подумают, что он действительно болен, правительство Куба может выслать его обратно. Зачем им высылать его обратно? Ну... Вы никому не скажете? Нет, нет. Обещаю. Последние два года моего отца преследовало гестапо. Гестапо? Я не могу описать, на что это было похоже. А что он сделал? Он был юристом. Все его любили. Когда евреям запретили работать, я его иногда месяцами не видела. И каждый раз, когда он приходил, я видела, как сильно он изменился. Тише, кто-то идет. А у тебя не будет проблем из-за того, что ты со мной разговариваешь? Нет. Я... Я думал о тебе. Обо мне? Ладно. Мне пора идти. Мы можем завтра увидеться? Я никуда не ухожу. Я имел в виду здесь. Прямо здесь? Да. Да, если ты так хочешь. Что ж, тогда до свидания, Макс. До свидания. Это ваши дети? Это мои дочери. У них есть разрешение на въезд? И виза? Хорошо. Они были выданы три недели назад кубинским консулам в Гамбурге. Хорошо. И подписаны. И разрешение на въезд, который должен быть... Как его зовут? Беннитос. Это человек-вор. Вор? Выдает разрешение на въезд с беженцем. Это не только его собственное прочтение закона. Он играет с судьбой и совершает безнадежную ошибку, не разделяя доходы с нужными людьми. Я ставлю на черный антернер. Скажем так, доктор Штраус, Штраус, что ваши дети смогут сойти на берег. У вас есть достаточно денег, чтобы содержать их? У нас на Кубе тоже есть фашисты. Я против них, потому что они слишком незначительны. Маленькие люди, которые злоупотребляют своей властью. Я думаю, что мы сможем достать вам визы. Если необходимо, я могу дать гарантию. Не знаю, как вас благодарить, сэр. Ну что вы. Вас что-то еще тревожит, доктор? Люди говорят, что, может быть, Сент-Луису даже не дадут войти в гавань. У меня лежат три тонны сахара, подписанные для Сент-Луиса. Это как раз часть доходов для нужных людей. Я бизнесмен, я принимаю меры предосторожности. А что насчет пассажиров? Я воспользуюсь своим влиянием. Это точно? В Гаване точно можно сказать только об одной вещи. о сигаре. Привет, Берг. Можно тебя на пару слов? Извини, Шаник, у меня нет времени. Это не по-дружески. Да, странные сейчас времена настали, знаешь? Это моя работа следить, чтобы влияние партии не ослабевало. Мы должны помогать друг другу. Ты чего хочешь? Как представитель партии, я должен знать, что происходит. Причем здесь я? Ты близкий друг стюарда капитана Макса Гюльтера. Я имею в виду, что он должен что-то видеть, слышать радиограммы. Подожди, ты предлагаешь мне шпионить? В твоих же интересах, Берг. Мне надо найти шпионов. А твой лучший друг Макс Гюльтер, любимчик евреев, и знаешь, что это значит? Ты знаешь нюрнбергские законы расов? Я видел, как ты тоже перед ними стелился. Ясно. Если выбор стоит между ними и тобой, то я знаю, что я выберу. Хорошо, что здесь есть свидетели. А ты думаешь, меня это волнует? Пошел ты к черту, ты и твоя партия. После всех обещаний, которые вы надавали, жизнь явно не стала лучше. Угрозы. Все друг за другом шпионят. Меня тошнит от этого. Может, другие боятся тебе это сказать, а я нет. Теперь ты в моем списке. Игон, А те люди с обритыми головами, они преступники? Они учителя? Я разговаривал с ними. Единственное их преступление в том, что они евреи. «Оль, pretty good!» Какой стыд. Они повсюду, как тараканы. Это естественно. Как они узнают, кто из них нацист? Они молоды, они боятся. Для них любовь – это способ бегства. Это подтверждение того, что ты жив. Ради бога, Игон, я это знаю. Человек за бортом! Человек за бортом! Мастик. Человек за бортом, сэр. Слева борта. Человек за бортом. Слева борта. Всем приготовиться. Задний ход. Это был пассажир? Я видел, как он выпрыгнул. Это был Берг. Хайнцберг из машинного отделения. Моряк. Даже если он еще жив, то его могло унести на миле отсюда. Нет никаких шансов найти его в темноте. Несчастный Берг. Мастик. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мне нужно несколько частных ответов Касающихся чего? Разрешение на въезд, который ваша компания выдала пассажирам Сент-Луиса Они ведь не стоят даже бумаги, на которой написаны У них, конечно, ограниченные действия, но по ним пассажиры смогут сойти здесь, на берег Это точно? Мне дал слово начальник иммиграционной службы Бенитес, начальник иммиграционной службы, от него нельзя ждать честности Он политик, Герр Голдсмит Ясно, мне это не нравится Не стало ли всего тысячи евреев было разрешено покинуть Германию? Почему? Почему? Это был просто жест Начало перемирия, Моррис Да? И как только они отплыли, началась нацистская пропаганда В Европе В Америке Что это? Что? Вы все такие подозрительные, все время ищите какие-то скрытые смыслы А вы нас этому научили, с оружием, палками, концентрационными лагерями Не надо быть таким агрессивным Классенько Я знаю, что здесь что-то не так, и я выясню, что именно Боюсь, я ничем не смогу вам помочь, Герр Трэпер Я всего лишь судовой агент До свидания, джентльмены Вторник, 23 мая, президентский дворец Игавана Я разрешу Сан-Луису причалить и разгрузиться Вы меня удивляете, милый Ремос Вы сначала горячо поддерживали мое решение Потому что так я мог остановить Бенитеза Это положит конец его уголовной деятельности Но я не учел нравственную сторону дела Еще раньше я заметил, что вы иногда путаете, что нравственно, а что практично У нас нет обязательств перед теми людьми Их разрешение на въезд действительно только для туристов А даже при хорошо развитом воображении Беженцы, вынужденные покидать свою страну, не могут рассматриваться как туристы А что насчет генерала Батиста? Он сказал, что хотел бы, чтобы они причалили Я скоро буду при более выгодных условиях, чтобы не заботиться о таких вещах Он подождет вашего разрешения, а потом сделает наоборот Также надо рассмотреть отношения Америки к этому Батиста и Рузвельт Два начальника кубинской политики Батиста ничего не скажет, потому что боится потерять свою популярность А что до Рузвельта? У него тоже скоро выборы А в Америке растет безработица Как и я, он изучит ситуацию и сделает так, как политически более выгодно Моя совесть чиста Я сделал все как надо И буду продолжать делать Главное это интересы кубинцев Четверг Вечер, 25 мая 1939 года Американская музыка, Иган, как своевременная Приятно вас видеть, мистер Джозер Позвольте заметить, у вас чудесный костюм, миссис Крассер Может быть немного пышный? Позвольте заметить, у вас чудесный костюм, миссис Крассер Позвольте вас пригласить, мисс Розен Она обещала этот танец мне Миссис Розен С вами можно потанцевать? Да Миссис Крассер 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 Я знаю. Как только мы приедем к Ховану, я сойду на берег, и ты просто... Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Ну, диагноз доктора Клонера не нуждался в каком-либо подтверждении Вы видели сегодня птиц? Фрегатов Мы очень близко от берега Зачем вы хотели меня видеть, капитал? У меня есть к вам разговор Около часа назад я получил сообщение от главы рейсов Гамбургавана на Кубе Так вот, президент Кубы постановил, что Сент-Луис нарушил кубинские законы Хотите сказать, они могут отказать во въезде? Сомневаюсь, что до этого дойдет и что вы собираетесь делать Я хотел бы собрать комитет из пассажиров Из тех, кто могут что-то посоветовать и поговорить со мной, не поднимая паники Вы возглавите этот комитет? Профессор, мне нужен кто-то, кого все уважают Нет, извините, капитан Я для этого не подхожу Нет Ну, конечно, я в вашем распоряжении, если я вам понадоблюсь Доброй ночи Доброй ночи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогой мой мистер Трэпер Не могли бы вы сесть И постарайтесь понять, что то, что кораблю разрешили зайти в гавань, это шаг вперед На Кубе все происходит медленно, шаг за шагом Да-да, я знаю, маньяна Это еще не значит завтра, мистер Трэпер Маньяна включает в себя философские значения Вам надо понять образ мыслей кубинцев Послушайте, мне все об этом говорят Но я понимаю образ мыслей немцев Мы, все мы, должны сделать все, что в наших силах, чтобы помочь этим несчастным на корабле Конечно Вы можете добиться для меня встречи с президентом? Мне для этого нужен серьезный повод Как насчет 937 поводов? Что здесь происходит? Классинг говорит, что надеется на удачу Голдсмит умывает руки Бенитес требует еще денег Батист отсиживается в стороне Брю недоступен, а вы говорите маньяна Единственное, что мне предложили на этом острове, это бананы, сигары и шнур Мы, бедная страна, и продаем то, что есть Включая политиков Нет Послушайте, Трэпер Вы ведь, правда, не верите в монополию Кубы на коррупцию Вы можете себе позволить быть более или менее искушенными А с нашим примитивным сознанием нам приходится быть более или менее открытыми Это действительно очень просто Ваши евреи продаются Их жизни Предмет Переговоров Все так просто, да? Жизни 937 человек Просто товар и ничего более Что сказать, Брю? Заметьте, что президент сказал, когда решил приютить этих беженцев, что это тяжелый удар по экономике Вот почему он и стал над этим задумываться Вашим ответом должно быть, что ваше агентство готово дать приют этим людям А их действительно очень много И надо покрыть расходы на их проживание Может быть, месяцев до шесть И после этого обсуждения Они станут желанными гостями А не людьми, просящими милостыню Значит, таково начальное предложение Суббота, 27 мая 1939 год Гавань, Гаваны Смотрите, там земля Мне не видно Мне не видно На что вы смотрите? Вон там Гавана Суббота, 27 мая Портовый лоцман, сэр Я отведу вас к пристани Гамбург-Гаваны, сеньор Вы сможете там дозаправиться Потом вы должны будете сняться с якори и покинуть Гавань Почему? Я только передаю приказ, сеньор Очень хорошо Действуйте Ты видишь своих детей? Нет, еще слишком далеко Игорь, ты что-то знаешь? Это не Берлин Боюсь, что нет Не могу дождаться, когда сойду на берег У вас здесь дочь, да? Да У нас здесь уже около года Преподает языки Капитана Шрёдера Пойдемте со мной, сэр Я с ним, я ассистент мистера Классинга У вас есть удостоверение? Да, конечно Это для немецкой газеты «Дорчтюрмер»? Да, я представитель этой газеты Извините, но вы не можете подняться на борт, сеньор Нужен пропуск, выданный кубинскими властями А можно поговорить с кем-нибудь из экипажа? Запрещены любые контакты между теми, кто на корабле И теми, кто здесь Послушайте, вы должны уйти Я только хочу передать другу эти журналы Это очень дорого стоит Эй, ты! Эй, Стюарт! Я Роберт Хаффман Друг Отто Шендика Ты не мог бы его ко мне позвать? Побыстрее Отто Шендика, пожалуйста, быстрее Гюнтер Гюнтер Приходил кто-нибудь из агентства «Гамбург Америка»? Да, сказал, что его зовут Хаффман Спрашивал тебя Почему ты не пошла за мной? Это твоя обязанность позвать меня Не было времени В любом случае, полиция забрала его с причала Считаешь себя очень умным? Особенным, Стюарт Капитана Я следил за тобой, Гюнтер Значит, это вы стоите за всем этим вздором? Простите? Ваше сообщение? Коллекция полуправды, предупреждений, уверток? Капитан, я все понимаю и сочувствую Я от всего этого не получаю никакого удовольствия Вот почему я приехал Объяснить вам все, насколько смогу Да, я имею право знать, что все это значит Послушайте Разрешение пассажиров на въезд недействительны Не действительны? К сожалению, это правда Приказ был подписан как раз перед вашим отплытием из Гамбурга Тогда почему нам позволили приплыть? Понимаете, сеньор Бенитас, чиновник, который подписывает приказы Заверил нас, что этот приказ недействительный Садитесь Спасибо Но теперь Мы не можем найти сеньора Бенитаса Он скрывается Не отвечает на телефонные звонки И что вы сделали по этому поводу? Я? Да, да Я пытался ему дозвониться Что я могу сделать? Капитан, если у вас есть идея, как решить мои проблемы Ваши проблемы меня не касаются, Герклассинг Я только хочу, чтобы мои пассажиры сошли на берег Конечно Послушайте, капитан Посмотрите на это с другой стороны Вы привели корабль в гавань Гаваны Ваша часть путешествия на этом закончена Пассажиры больше не ваша забота Посмотрите на это так Они же евреи Может, они вообще по воде могут ходить Эти люди, Герклассинг Евреи они или нет Находятся под моей ответственностью Пока они не сойдут на берег Никогда не забывайте об этом А теперь убирайтесь с моего корабля И достайте моих пассажиров в Гавану И ради всего святого Поторопитесь Все в порядке, сэр, я ее починю Спасибо, Гинтер Посмотрите внимательно Может, ваш отец там? Ты так думаешь? Вон она Мои дорогие Дитер Дитер Хельга Дитер Хельга О, Боже О, Боже О, Боже О, Боже О, Боже О, Боже Синьор Астедас. Доктор Штраус. Штраус, конечно. Довости неутешительные. Мне сказали, что теперь даже с полной визой им не разрешат сойти на берег. И сказали, что не причалят, если нужные люди об этом позаботятся. Да, но в данном случае единственный нужный человек – это президент. А он начал играть в политические кошки-мышки. Почему вы не носите очки? Но вы говорили, что есть еще другие люди, достаточно влиятельные, чтобы что-то сделать. Батисты. Так он затаился. Я даже боюсь, что он играет кошку, а президент – мишку. А министр иностранных дел? Ремос. Ремос – человек сострадания. Простите, что? Человек сострадания. Возможно, ваша единственная надежда. Но? Но. Как и все остальные, он ни с кем не будет видеться. Боюсь, что так обстоят дела, доктор Штраус. Вы же давали мне слава. Знаю, что давал. Давал. Это все, что я могу сделать. А это кто? Это не кто-либо важный, но у него есть много знакомых в правительстве. Это, конечно, не по правилам, но когда нам нечего терять, мы хватаемся и за самый незначительный шанс. Вы со мной согласны? Синьор Стедерс, я не видел своих детей около двух лет. Я знаю, знаю. Это все оказалось серьезной, чем я думал. Рикардо, когда такой человек, как наш президент, пренебрегает бизнесом ради политики, настает время подумать об инвестициях за границу. Это все. Когда я сказал, что донесу на тебя, я имел в виду... Может, и не придется. Это зависит от чего. Я хочу знать, что еще говорили на заседании комитета. Должны были еще что-то сказать. Ты был там. Что еще сказал капитан? Что? Хочешь кусок штрудиля? Вкусно. Что сказал капитан? Да-да. Сказал, что отменяет все увольнения на берег. Отменяет? Когда? С этого момента. Он не может так поступить. Надолго? Он сказал, что если пассажиры не могут сойти на берег, то и экипаж тоже. Что? Какое мое масло? Да. Какое масло? КОНЕЦ Помогите! Они меня не получат! Они меня не получат! Только не меня! Папа! Только не меня! Вы не получите меня! Остановите его! Остановись, папа! Вы меня не получите! Не получите! Не получите! Что случилось? Нет! Нет! Спасите его! Папа! Не получите меня! Что случилось? Почему не получите себя? Спасите его! Спасите его! В А-а-а! 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 Так почему вы настаивали именно на мне? Я напоминаю вам кого-то. Может, вашу сестру. Вряд ли дочь. Мои дочери нас отпустили. А-а-а! А-а-а! Садитесь. Я не могу снять их с корабля. А-а-а! Почему вы думаете, что я могу помочь вам? Я не думаю. Я не думаю. Просто я в отчаянии. Понимаете, глава иммиграционной службы не принимает меня, а у детей есть визы. Он свинья. Моя единственная надежда... Моя единственная надежда... Единственная надежда встретиться с министром иностранных дел, и... Не могли бы вы попросить его меня принять? Но... Я его не знаю. Извините, что... Отнял у вас время. Доктор... Я знаю многих членов правительства. Некоторых очень хорошо. Не могу обещать, но я постараюсь организовать для вас встречу. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Скажите, что будет с моими пассажирами? Я курировал этот круиз только со стороны разведки Пропаганда в мои обязанности не входит Пропаганда? Вы о чем? Никогда и не предполагалось, что ваши пассажиры сойдут на берег Неожиданно, правда? Но вы не можете отрицать, что так Мы заставили мир осознать, что с этими людьми есть проблема Мы думаем, как с ними обращаться И когда мы избавим Германию от этой проблемы Ни у кого не будет права возразить Это был самый плодотворный опыт До свидания, капитан Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ КОНЕЦ Не могу передать, сколько звонков я получал от своих коллег и министров Которые умоляли меня согласиться на эту встречу Благодарность, я думаю, заслуживает ваша подруга Молодая дама Она очень загадочная И мне любопытно было бы узнать, что Это абсурд Ваши дочери более важны, конечно, простите меня Извините Я не хотел Я просто так долго ждал Все, что у меня было, я потратил на разрешение На въезд и визы Я жил только ради того, чтобы забрать их в безопасное место Только ради этого У ваших дочерей действительно есть визы? Да Я получил их от консула в Гамбурге Моя жена должна была получить их Но она подумала, что разрешения на въезд будет достаточно Вам есть сейчас на что содержать дочерей? Только 7 долларов в неделю, которые я получаю от еврейской ассоциации Вы, доктор, в какой профессии? Я педиатр Работаю в государственной клинике в Гаване 5 дней в неделю Значит, вы получаете зарплату? Только еду У меня нет лицензии для практики на Кубе Тогда почему вы там работаете? Я увидел, что я там нужен Я хотел чем-то отплатить за разрешение остаться на Кубе Если у ваших дочерей действительно есть визы Плохо, что нет об этом записей Сеньор Бенитис из иммиграционной службы отказывается меня слушать Пока я не заплачу по тысяче долларов за каждую Бенитис Доктор Штраус Пойдемте со мной Вы сейчас же выдадите дубликат и виз. Виз? Каких виз? Для двух дочерей доктора Штрауса, которые на борту Сент-Луиса. Это невозможно. Никому не разрешено сходить на берег. Вы сейчас же это сделаете. Но этот корабль – золотая жила. На вас уже заведено дело. Вы сейчас же выдадите визы или вас отведут в тюрьму морро. Приятно работать на вас, сеньор. Имена, возраст и место рождения ваших дочерей, пожалуйста. Диана. Горби. ci – Зюм – зрум – зрум – зрум crossed. Поехали! Пока, Элиса. Пока. Спасибо. Не волнуйтесь, все устроится. Я уверен, все устроится. Что случилось? Все плохо, Милт. Насколько? Он говорил, что гласность и просьба о милосередии лишают его возможности отменить его решение. Он приказывает Сент-Луису покинуть воды Кубы. Навсегда? Ну, он сказал, что возобновит переговоры после того, как корабль уйдет, если мы достанем полмиллиона долларов. Да, очень мило. Что будем делать? Мы в безнадежной ситуации, но у нас еще есть пара раундов. Ты продолжай здесь, а я попробую в других местах. Для начала я хочу опять увидеть этих людей на корабле. Как я это объясню, Милт? Что я скажу им? Ситуация стабильная. Мы немного продвинулись. Мы держимся под контролем. Мы не умрем. Мы не должны плыть. Мы не умрем. Мы не поплывем. Мы не умрем. Мы не умрем. Дайте ему сказать. Мы не должны плыть. Меня попросили поговорить с вами. Когда мы сойдем на берег? Да, когда? Ну? Братья и сестры. Не теряйте надежды. У нас есть визы. Почему мы не можем сойти? Да, у нас есть визы. У нас есть визы. Мы из агентства по оказанию помощи. Здесь, в Нью-Йорке. По всему миру. И мы работаем над тем, чтобы отвезти вас в безопасную Гавану. Куда? Куда? Мы хотим сойти здесь, в Гаване. У нас есть визы. Американский посол ждет решения от президента Рузвельта. Скажите ему, что мы ответственные люди. Нам не нужна благотворительность. У нас есть право сойти на берег. Мы вам поможем. Когда? Когда? Весь мир наблюдает за вами и молится за вас. Мы одна семья. Вы – моя семья. И мы выжили, пройдя через века, потому что никогда не теряли надежду. Благослови вас Бог. И пусть он присмотрит за вами. Нам нужна помощь, а не молитва. Благослови вас Бог. Благослови вас Бог. Время обеда. Ты не одеваешься? Слишком жарко, чтобы есть. Думаю, я останусь здесь. Люди в лодках. Кричат. Ну и жара Игон? Прекратите! Отойдите назад! Все назад! Опустите оружие! Опустите оружие, или я скажу экипажу, чтобы они выбросили вас за борт! Пожалуйста, постарайтесь успокоиться! Это правда? Мы отплываем? Пожалуйста, идите в зал отдыха! Ваш комитет там вам все объяснит! Ах, нет! Субтитры создавал DimaTorzok Мириэм, это Мира! Мира, откуда ты пришла? Как ты сюда попала? Я ждала, когда вы сойдете на берег. Не могла пройти до сегодняшнего дня. Мы смотрели на берег, на каждую лодку. Папа, у меня есть только три минуты. Минуты? Ты по-другому выглядишь. Не только стала старше, ты изменилась. Времена меняются, папа. У тебя такие дорогие вещи. Макияж. Что у тебя с глазами? Это не важно. Я просто хотела увидеть вас, узнать, как вы. Мне это не нравится. А это что? Почему ты это носишь? Это ничего не значит. Тогда почему ты его носишь? Он помогает мне. Да, да. Вот. Возьми. Спрячь их. Тысяча триста американских долларов. Это вам. Откуда они у тебя? У меня здесь много друзей. Они мне помогают. Я пыталась купить вам визу, но цена сильно выросла. Я не понимаю. Так много. Так много денег. Как ты их достала? Они мои. Я их заработала. Как? Как? Мириан, пожалуйста. Я заработала их для вас. Они еще могут вам помочь. Убери их ради всего святого. Ты смогла пройти, когда никто не мог. Ты пришла накрашенная. Ты выглядишь, как... У нас так мало времени. А мы его теряем. Я не... Нет! Мириан! Она наша дочь. Для всего, что случилось, есть своя причина. И прошу, никаких вопросов. Спасибо. Спасибо. Может, этот крест помогает людям принимать это. Да, я надеюсь. Надеюсь, вы их спричите. Я люблю вас. Всем сердцем я люблю вас. Я верю, что мы скоро снова будем вместе. Мне пора идти. Я должна идти. Нет. Мира. Мира. Благослови тебя, Бог. Я столько всего хотела ей сказать. Я даже не знаю, где она живет. Мира. Мало катера проверены, сэр? Хорошо. Поднимаем якорь. Пятница, 2 июня, полночь 1939 год. Отплытие из гавни Гаваны. КОНЕЦ Вторник, 6 июня 1939 год. Недалеко от побережья Флориды. Что у нас с раскладкой, Геррмюллер? На данном этапе сыра у нас достаточно еды и воды еще на 10-11 дней. И больше, если пересмотрим рацион. Герр. Остерман. С топливом проблем нет, сэр. У нас все еще достаточно топлива, чтобы вернуться в любой порте Европы. Но только если решение будет принято в течение суток. Сэр, судно, похоже, на официальное, приближается с левого борта. Это береговая охрана США. Они сигналят, чтобы мы подождали сообщения. Миссис Вайнер, это возможно? Возможно. Сообщение принято. Читай. Внимание! Капитан Сент-Луиса. Вы нарушаете территориальные воды США. Не приближайтесь ближе, не причаливайте. Вам не разрешается заходить ни в один порт США. Как поняли? Ответьте. Что сообщение принято и понято. Курс «Восток-Северо-Восток». Есть, сэр. И идти на прежней скорости. Да, сэр. Конечный пункт, сэр. Среда, 7 июня 1939 года. Где-то в Атлантике. Макс? Да? Мистер Позор, можно с вами поговорить? Пожалуйста. Да, заходи. Спасибо. Мне не следовало бы вам этого говорить, но... Все думают, что мы возвращаемся обратно на Кубу. Это не так. Мы плывем обратно в Гамбург. Этого не может быть. Капитан объявил бы. Он собирается. Собирается объявить, но... Только когда мы будем на расстоянии дня пути. А почему ты говоришь это мне, Макс? Почему? Потому что... Я думал, что вам стоит это знать. Я не знаю, я... Извините. Простите. Мистер Познер. Можно вас кое о чем спросить? Пожалуйста. Каково это быть евреем в Германии? Это что-то, о чем тебе постоянно напоминают. Вот что значит быть евреем. Макс? Шалом. 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 Ты сказал ему? Да. Что он собирается делать? Не знаю. Здесь никто ничего не может сделать. Единственный выход с корабля... Это тот, что выбрал мой отец. Нет, пожалуйста. Пожалуйста, не говори так. Это правда. Ты разве не видишь? Он единственный, кто смог уйти. Я так боюсь. Я не сильная. Я не храбрая, как мой отец. Я так боюсь лагерей, того, что они там делают. Я никогда не знала. Я не знала, что такое действительно быть женщиной. Пообещай мне. Пообещай, что я не поеду в один из этих лагерей. Пообещай. Я обещаю. Обещаю. Ты знал это? Проститутка. Проститутка. Я вам вот что скажу. Вы все в моем списке. Проститутка. Я нужна в моем списке. Я не знаю. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Мы собираемся обыскать эту каюту Почему? Я имею право проверять тех, кто доставляет проблемы Таких, как вы Вы не имеете права это трогать Симон Пора вам снова побрить головы Гюнтер 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 Открывай Гюнтер Боже 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 Понедельник, 12 июня 1939 год, Брюссель Вы все еще здесь, мистер Тропер? Я же сказал, что пришли ответ Я думал, может быть, уже что-то решили У премьер-министра есть еще и другие дела Да, я понимаю Могу только повторить, что король Леопольд был тронут вашей просьбой и поговорил с королевой Голландией Юлиймина и президентом Франции Но они пока не решили ничего определенного А теперь, я думаю, вам будет гораздо удобнее у себя в отеле Нет, нет, я подожду здесь Ну что ж, если вы настаиваете, могу я вам предложить чай или кофе? Нет, спасибо Вы понимаете, что это не решится за несколько часов Какое-то время вообще не будет никаких новостей Вам надо сохранять спокойствие, мистер Тропер Я спокойно Спокойно Я всегда был спокойным Я был спокойным в Нью-Йорке Я был спокойным на Кубе Я был спокойным в Лондоне Я был спокойным в Париже Я очень спокойный Понимаю вашу озабоченность Мистер Тропер, но пришло время, когда вам надо кому-то доверять Вы правы Простите Понимаете, я уже всех обошел Вы последняя надежда Извините Мадам Это платья на Розен? И миссис Розен попросила его немедленно почистить Где она? Она уже два дня не выходила из каюты Дайте его мне Но Я о нем позабочусь Миссис Розен Миссис Розен Это Денис Крайслер Можно войти? О, Боже! Да, хорошо Они его почистили? Я сделала его для Анны Она надевала его на бал Я знаю Я все для нее делала Я старалась Я правда старалась А теперь ее нет Она умерла Меня Меня не было Меня не было там, когда я была ей нужна Миссис Розен, пожалуйста Пожалуйста, встаньте Пойдемте со мной Что вы делаете? Пойдемте со мной отсюда Что вы здесь делаете? Я живу здесь Нет, убирайтесь Миссис Розен Ваш муж жив Он в госпитале на Кубе Он скоро поправится Вы ему понадобитесь, когда он выйдет Вы не должны этого делать Вы не понимаете Я должна быть наказана Я была неправа Я упустила ее Теперь Бог должен увидеть, что я извиняюсь Я действительно очень извиняюсь Пожалуйста Послушайте меня Анна умерла Она мертва Слышите меня? Но вы живы Ваш муж жив Вы нужны ему? Нет Что он скажет, если вас там не будет? Нет Нет Не говорите больше со мной Мне надо многое сделать Есть вещи, которые я должна сделать Хорошо Хорошо Давайте это мне Я помогу вам Вы хотите унизить себя? Хотите наказать себя? Вы этого хотите? Вот, видите? Вы этого хотели Этого Вот Посмотрите на себя Так Продолжение следует... Все хорошо. Двое несмышленых, у которых не хватило смелости смотреть в лицо жизни. Ты знала, что они чувствовали? Ты их понимаешь? Ты понимаешь, почему они издались? Ты понимаешь страх? Я презираю их. Я их презираю. Денис. Нет. Ты хочешь, чтобы я чувствовала себя виноватой за то, что хочу жить? Хочу быть с тобой. Ты можешь испытывать к ним хотя бы сочувствие? Да, мне жаль. Мне жаль, что они умерли. Они несчастные дети, которые испугались темноты. Денис. Я этого не приму. Я этого не приму. Я хочу... Я хочу быть с мужчиной, за которого я выходила замуж. Ты был таким надменным. Таким самоуверенным. Теперь ты становишься слабым. Неуверенным. В конце концов, я перестал притворяться. Почему ты сдаешься? Ты знаешь, что с нами случится? По всему кораблю люди строят планы. Пытаются найти выход. А ты просто... Просто как... Ты не понимаешь. Через два дня, когда мы причалим, гестапо уже будет нас ждать. Посмотри. Посмотри на это. Это ждет всех нас. У нас нет времени. Иди к капитану. Заставь сделать хоть что-нибудь. Где мы находимся? 230 миль к западу-юго-западу. Мисс Лэнс Энд. На юг побережья Англии. В радиорубку мы захватываем корабль. У вас нет никаких шансов. Вам надо еще захватить машинное отделение всех членов экипажа. У нас есть вы и ваши офицеры. Вы наши заложники. Ну и каков выкуп? Наши спасенные жизни. Жизни всех. А теперь вы прифартуетесь у любого берега, кроме Германского. Не важно, что вы делаете. Я не отдам приказа, чтобы корабль сошел с курса. Без этого приказа вы ничего не сделаете. Это Хельсман. Ради бога, отпустите его. Никто не пытайтесь сопротивляться. И вам ничего не будет. Мы сочувствуем вам. Все, кто здесь находится. Но то, что вы делаете, это мятеж. Хорошо, если вы опустите свое оружие, я обещаю, что против вас ничего не будет предпринято. Нет. Что здесь происходит? Вы что, с ума сошли? Отпустите его. Если вы не с нами убираетесь отсюда, доктор, и позволить вам продолжать делать глупости, не влезайте, доктор, уходите. Уходите, уходите отсюда. И позволить вам продолжать делать глупости. Вы одни. Никто из других пассажиров к вам не присоединится. А нам никто и не нужен. Уходите. Да. Потом экипаж штурмует мостик, и со всеми вами будет покончено. Ради бога, завтра мы достигнем берегов Англии, потом повернем к каналу, а там всего один день пути до Гамбурга. Капитан, всем, кого освободили из лагерей, дали 14 дней, чтобы покинуть Германию, и сказали, что если они вернутся, их казнят. Мы не вернемся. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы не допустить этого. Я даю вам слово. Ваше слово. Немецкого офицера? Слово христианина. Христиане построили лагеря. Нас морили голодом и убивали христиане. Ваше слово. Слово христианина. Нет. Его слово. Слово человека. Вы знаете, что он сделал для нас? Он пытался добиться для нас разрешения слетить на берег от кубинского президента, от нашего собственного посла в Гаване. И вы знаете, чем он рисковал? У него есть дети, у него есть семья. А какие гарантии, что он все еще не высадит нас в Гамбурге? Он наша гарантия. Ты знаешь, как управлять судном? Если вы возьмете это на себя, нам всем конец. Капитан. А, Аарон, я... Вставай к штурвалу, Костер. Сохраня прежний курс. Да, сэр. Этот инцидент исчерпан. Мы все о нем забудем. Спасибо, профессор. Я вам очень благодарен. Я хочу вам кое-что показать. Вот, смотрите. Это подсунули мне под дверь. Сразу после отплытия из Гаваны. Это подписано двумя стами ваших собратьев-пассажиров. Они все клянутся, что если их повезут обратно в Гамбург, они возьмутся за руки и прыгнут в море. Начавшиеся люди, капитан. Я никогда не сомневался в исключительности этого письма. Вам надо что-то немедленно предпринять. Или в Гамбург приедет пустой корабль. Профессор, завтра мы будем проплывать по бережу Сассекса в Англии. Там на расстоянии около четверти мили от берега рифы с подводными камнями. Как раз там недалеко мы должны войти в канал. Я направлю свой корабль на рифы. Мы его подождем и эвакуируем пассажиров на берег. Все это будет выглядеть как настоящее кораблекрушение. Вы понимаете, что с нами сделают, если возникнут какие-то подозрения? Сделайте это. Не говорите никому. Просто сделайте. Боюсь, для вас все еще нет новостей. Я здесь уже два дня. Я вас предупреждал. Мне жаль, мистер Троппер. Мне пора возвращаться. Четверг, 15 июня 1939 год. КОНЕЦ 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 Дамы и господа, я только что получил радиограмму. Она... Здесь написано следующее. Последние переговоры по поводу высадки всех пассажиров закончены. Правительство Бельгии, Голландии, Франции и Англии согласны принять пассажира. Сент-Луис пришвартуется в Антверпене. Наши молитвы были услышаны. Бог в помощь, Сент-Луис. Подписано Мирисом Троппером. Через два месяца после того, как Сент-Луис пришел в Антверпен, началась Вторая мировая война. Аарон Познер был схвачен гестапо в Голландии и умер в Аушвитце. Джозеф Манас был схвачен гестапо во Франции и умер в Аушвитце. Элис Фенчалд выжила и присоединилась к своим детям в 1946 году. Лили Розен воссоединилась со своим мужем Карлом в Англии. Мистер и Миссис Хаузер использовали 1300 долларов Миры в качестве взятки и пережили германскую оккупацию Бельгии. Профессор и Деннис Крайслера были отправлены в концлагерь Вестерборга в Голландии и выжили. Лотто Шендик был застрелен британским патрулем в Гамбурге в 1945 году. Капитан Шрёдер был несправедливо осужден за мнимые преступления во время войны. Но показания выживших с Сент-Луиса привели к его освобождению. Правительство Западной Германии вручило ему медаль за участие в гуманной миссии. Из 937 пассажиров более 600 умерло в нацистских концентрационных лагерях. Сент-Луис был разрушен бомбами союзников в Гамбурге в 1944 году. Фильм основан на реальных событиях. Некоторые имена, профессии и истории жизни участников были изменены, чтобы защитить частную жизнь выживших и их семей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...